Хай братва! Хочу показать можно сказать любимую свою игрушку Pulsar Apex XC50 Бывали 75 более такие современные чем это. Но на этот момент на 23 год это же как бы считается немного устаревшим. В целом он уже давно у меня пользовался в основном во время охоты на лис, шакалов, волков. У нас как бы более актуальны такие именно охоты. Как бы за время эксплуатации из минусов у него быстро садятся батарейки его штатные CR123. Наверное вот такого формата батарейки знаете все кто пользуется сейчас интересуется. Именно из-за этого я купил к нему аккумулятор дополнительный который заряжается отдельно. Он хорошо держит. По идее должен был держать часов 12. Но у меня бывало я его на сутки забыл. Ну не забывал. Оставлял включенным во время охоты. Он у меня продолжал работать. Я его еще ни разу не высаживал полностью. У меня на 2-3 дня постоянных охот вполне хватает. Это средний аккумулятор по размеру. Есть немножко побольше. Тут еще дольше работает. У меня такой тоже есть. Он к прикладу прицепляется специально такой. С резинкой широкой. Ну или в карман там кладется. Это мне более удобно оказалось. Сюда можно было бы, правда, дальномер прикрепить. Очень актуально для тепловизоров. Дальномер очень нужен. С теплика сложно определить расстояние до цели, если не пользоваться дальномером отдельно. В этом плане, например, с ночной аптеки на EOP намного более удобно. У меня есть третьего поколения EOP. Я им тоже пользуюсь постоянно. Вот с тем определить на глаз хотя бы приблизительно расстояние до цели намного проще, чем в тепловизор. В тепловизор абсолютно плоское изображение. Понять, что там творится. Там заяц тот же, не знаю, шакал от тебя в трехсот метрах или в пятидесяти практически невозможно. Так вот там с большим опытом может прийти. У меня был и промах из-за того, что я не мог определить расстояние до цели. Вот именно по тому, что я пользуюсь еще и третьим поколением простым EOP. Понимаете, тот, что с зеленым таким светом, то классическая оптика. Что здесь еще сказать? Очень-очень удобное управление, интуитивное. Берешь любой пульсар, он одинаково управляется. Легкий, немного габаритный по современным меркам. Но это ничего, пережить можно. В основном он у меня стоит на мелкашке. Так, иногда перекачивал на тридцать девятый. Ну вот так. Пользуемся, чтобы мое такое небольшое мнение об этом прицеле. Идеальная вещь для охоты. Тем более, наверное, сейчас его можно найти уже совсем другие деньги, чем он стоил. Он 4500 на 4700, это вот так стоил, когда только начинали его выпускать. Это младшая из Apex 50 линза у него. В общем, вот так как-то. Не знаю, что здесь еще сказать. Прицел классный, крутой. Рекомендую. Пользуйтесь. Сможете найти дешевле. Берите. Неубиваемый просто. Я не знаю, что с ним нужно сделать, чтобы испортить. Вот так все это выглядит. Что сказать? Больше ничего сказать, не добавить. Не буду включать, показывать. Так понятно, наверное, что это и как это работает. Внутри нет ни записи, ничего. Это, как я говорю, младшая модель была. Видео, фото, ничего такого. Тогда еще не практиковалось в таких прицелах. Ну, либо практиковалось на более дорогих, на много более дорогих моделях. Он и сам тогда недешево стоил. За многие годы он себе полностью оправдал. Точно своих денег стоит. Вот так выглядит эта игрушечка. Очень-очень рекомендую поставить аккумулятор. Он очень спасает фокусировка, управление, элкотер. Все интуитивно понятно. Вообще никаких напрягов. Единственное, здесь приходится крутить именно перекрестие к точке попадания. Это для тех, кто привык пользоваться нормальными дневними специалами. Ну, кроме Шиббинбендера. И он так же работает. Немножко неудобства вызывает. Ну, а ты раз попробуешь, пристреляешь. Там особо его трогать не нужно. Он как бы постоянно стреляется или прямым выстрелом, или выносами. С него все равно далеко не шмальнуть. Мой максимум здесь, наверное, не буду выразить. Наверное, метров 300-200. Вот так. Уже не помню просто. Правда, обнаружить цель можно и дальше. Он позволяет. Хороший прицел. Эта матрица хорошая, она чувствительная. Но попадать уже это намного-намного сложнее. Ну, я свои эти 200-300 говорю. Это, соответственно, оружие, на которых поставлено. Ставил бы он, например, на 6,5. И на 260-м стрелял бы дальше. Он у меня стоит на мелкашке, но там реально 200 метров было максимум. С мелкашки вот с этим прицелом. Иногда кочевал на 39-й, там немножко подальше получалось стрелять. Но, в основном, он жил на мемококалибарном патроне 22 ЛР. Как-то так. Не знаю, кому полезно, а кому нет. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok